Детство Говарда Шульца Во времени самого простого детства Шульц всегда хотел подняться выше и вырваться из образа жизни, который обеспечивал его отец, работавший водителем грузовика. Несмотря на бедность, Шульц преуспевал в спорте, и ему удалось пробиться на учебу в Университете Северного Мичигана. Получив степень в коммуникациях, Шульц пошел работать в Xerox, а потом он обнаружил небольшой кофейный магазин Starbucks. Будучи влюбленным в кофе, Шульц ушел из Xerox, став главой Starbucks в 1987 году. Сеть началась с 60 магазинов, а сейчас в нее входит более 16 тысяч торговых точек по всему миру. Состояние Шульца выросло до полутора миллиардов долларов. Джоан Роулинг жила на пособие по социальному обеспечению до создания Гарри Поттера. В начале 90-х годов Роулинг развелась и жила на пособие с ребенком. Она написала большую часть Гарри Поттера в кафе. Гарри Поттер получил мировую известность и принес успех Роулинг, состояние которое сейчас оценивается в один миллиард долларов. Гей Лалиберте зарабатывал уличными представлениями, глотая огонь до того, как показал миру цирк Дю Салей. Уроженец Канады начинал свою цирковую карьеру с уличных представлений. Он играл на аккордеоне, ходил на ходулях и глотал огонь. Он рискнул, когда привез успешную труппу из Квебека на фестиваль искусств в Лос-Анджелесе в 1987 году с билетом в один конец. Риск оказался оправданным. И цирковая труппа была перевезена в Лас-Вегас, где и стала тем самым знаменитым цирком Дю Салей, который мы знаем сегодня. Лалиберте на сегодняшний день является главой цирка Дю Салей, профессиональным игроком в покер и космическим туристом с состоянием в 2,5 миллиарда долларов. Ду Ван Ченг работал на трех работах, чтобы свести концы с концами до запуска Forever 21. Ду Ван Ченг и его супруга Джин Сук приехали в Америку из Кореи в 1981 году. Сначала Ченгу приходилось работать на трех работах для того, чтобы содержать семью. Он трудился дворником, оператором бензоколонки и подрабатывал в кафетерии. Так случилось, что они смогли открыть свой первый магазин одежды в 1984 году. Этот первый магазин вырос в империю Forever 21, состоящую из 480 магазинов, которая дает ежегодную выручку в размере около 3 миллиардов долларов. Это семейный бизнес, где дочери Линда и Эстер помогают родителям управлять компанией. До того, как Сэм Уоллсон основал Walmart, он доил коров и продавал журналы в Оклахоме. Семья Уоллтона жила на ферме в Оклахоме во времена Великой депрессии. Для того, чтобы сводить концы с концами, он помогал своей семье доить коров и доставлять молоко клиентам. Также он занимался доставкой газет и продажей подписок на журналы. К 26 годам после окончания университета Миссури со степенью бакалавра экономики он управлял магазином. Он получил кредит в 20 тысяч долларов от тестя и купил магазин «Бен Франклин» в Арканзасе. Он расширил сеть и затем основал Walmart и Sam's Club. Он умер в 1992 году, оставив компанию жене и детям. Инвар Кампрад родился в небольшой деревушке в Швеции и создал бизнес, который со временем стал Икеа. Детство Кампрада проходило в деревенской среде, но у него всегда были задатки бизнесмена. Он покупал в Стокгольме спички большими партиями и продавал их соседям. Затем он перешел к рыбе, рождественским украшениям и ручкам. Не удовлетворяясь маленьким бизнесом, он занял денег у отца и основал магазинчик, который со временем вырос в Икеа. Название состоит из первых букв его имени и фамилии, названия его деревни и родительской фермы. Он добирался до звания самого богатого человека в мире, но недавно его благосостояние упало до трех миллиардов. Ли Кашин бросил школу в 15 лет ради работы на заводе пластмассы, и сейчас он богатейший восточно-азиатский человек. Семья Ли Кашина бежала из материкового Китая в Гонконг в 1940 году. Отец Ли Кашина умер от туберкулеза. Тогда мальчику было всего 15 лет. Он бросил школу и стал работать на заводе пластмассы, чтобы помогать семье. К 1950 году Ли смог открыть свою собственную компанию «Ченконг Индастрис». Изначально она занималась производством пластмассы, а затем сменила профиль деятельности на недвижимость. Ли затем увеличил свои доли в различных компаниях, и сегодня он владеет акциями в компаниях разного профиля деятельности. Банки, мобильные телефоны, спутниковое телевидение, производство цемента, розничные магазины, отели, транспорт, аэропорты, электроэнергетика, сталелитейное производство, порты и так далее. Леонардо Дель Веккио работник завода, который сейчас владеет империей по производству очков. Дель Веккио был одним из пяти детей, которых овдовевшей матери было сложно содержать. Он пошел работать на завод по производству форм для автозапчастей и оправ для очков, где он лишился части пальца. В 23 года он открыл свой первый магазин, который впоследствии вырос до крупнейшего в мире производителя солнечных и медицинских очков. Люкс Оттика производит бренды Ray-Ban и Oakley. У компании 6 тысяч розничных точек. Состояние Дель Веккио оценивают в 11,5 миллиардов долларов. Роман Абрамович – сирота, который превратил дорогой свадебный подарок в нефтяную империю. После того, как его родители умерли, когда ему было всего 4 года, его взяли на воспитание дядя и бабушка. Первый прорыв Абрамовича произошел благодаря дорогому свадебному подарку от родственников со стороны жены. Он бросил учебу и занялся предпринимательством. В 1995 году ему удалось получить в собственность компанию «Сибнефть». Он продолжил инвестировать в различные проекты, включая «Русал» и «Евраз». Сейчас он владеет крупнейшей частной яхтой в мире, а также другим дорогим имуществом. Также владеет футбольным клубом «Челси». Опра Уинфри превратила жизнь, полную лишений, во вдохновение к основанию многомиллиардной империи. Опра 6 лет жила с бабушкой и носила платья, сшитые из мешковины. После приставаний со стороны родственников и друга семьи она бежала из дома. Ей тогда было 13 лет. Когда ей было 14, она забеременела и родила ребенка, который умер вскоре после рождения. Тогда же расстроенная мать отправила ее жить в Нэшвилл, Теннесси, к отцу. Опра училась в колледже, и когда она победила в конкурсе красоты, тогда ее и нашла первая слава на радиостанции. Эта слава так и осталась с ней. Состояние Опры Уинфри по версии Forbes оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Так что помните, нету ничего невозможного. Ваш успех только в ваших руках. Никогда не слушайте тех, кто будет вам твердить, будто у вас что-то не получится. Никогда не сдавайтесь, будьте преданы своей мечте, и тогда успех неизбежен. Спасибо вам за просмотр. Поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал и обязательно поставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok